Я хочу, чтобы ваши судьи, все, от мала до велика, помогли нашим ребятам, которые сегодня лежат в больнице, защищают вас. Вам уже сказали, что мы, пока вы еще додумали о помощи, мы уже пошли и помогли. Еще раз поможете? Ничего с вас не убудет, конечно. Поможем, с удовольствием и с радостью. Вот вперед, пошли и будем сейчас смотреть. Можете начать первым. Положить копеечку вот туда. Вот это правильно. Видите? Держите. Видите? Так. 250. 265. 275. 278. Браво, молодец. Мы следующие. Я следующие. Да, мы следующие. Мы же как партнеры, правильно? И вот мы вместе воевать, вместе помогать. 500. Отлично. Вошли дальше. Вошли дальше. А расскажите, пожалуйста, а кто будет отправлять эту коробочку? У кого ключик от этой коробочкой? Мы опишем с вами вместе, а хотите? Не пропьете? А я, по-моему, сколько же мне человек, который может пропить? Нет, ну вы же начали обличать во взятках и так далее. У меня подозрения просто есть. Может, вы прогуляете? А мы вместе с вами пойдем в шею. А жгутся выключат шею. Прошу вас. Прошу вас. С чего вы хотите, коронавируйте? Вот эти красивые девочки. Девочки, пожертвование, она добровольная на АТО. Адвокатура может помочь? Адвокатура может быть... Девочек не надо трогать. Давайте лучше будем трогать коррумпированных судей. Правильно? А когда же он будет? Он есть. Он судит кого-то? Заслуживает кого-то. Идем в порядку. Все заняты. Все закрыты. Надо приходить с утра. Или оставлять им в ящик. Может, на входе оставим? Взял дневную. Взял консультант. Взой человек, дайте деньги на АТО и на помощь. Кидайте. Кидаем. Прямо в сумку. Все. Как хотите. Дневную, но... Я только свои не могу сдадить. А что, есть? А, приятный. Адвокатура помогает. АТО и раненый. Адвокатура помогает. Да. Ну что, так красиво. Я численно пришла и предлагаю людям помочь. Пожалуйста, братья не боится. Вам спасибо. Вот тут есть судья. Судья подсудили. О. Здравствуйте. Ну так что ж, вы нас отвлекаете. Нету судей? Нету. Вот, наверное, Руслан Дмитриевич. Здравствуйте, Руслан Дмитриевич. Здравствуйте. А у нас акция в Приморском суде. Мы собираем деньги на АТО и раненым, которые сейчас находятся в военном госпитале. Давайте вы поучаствуем. Блазка зайдам. Да, вам. Добровольно. Добровольно. Мы вам оставим нашу визитку и телефон, если есть желание, Жуковского 36, телефончик можете нас записать. Там наши постоянно дежурят. Или зайти на Рада громадской безопасности. Там есть счета на фейсбуке наши. Наши раненые. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Справа такая. Спасибо. Я уже понимаю. Это то, что вы работаете. Гарное дня и пижня. На все доброе. На все доброе. Там, наверное, заседание. Мы не будем им мешать. Они подоложат. Просто свет. Я снимаю. Они разбегаются, Мороз. Статистика печальна. Выскочите сюда. Мы все отдадим вашим бойцам. Да, да, хорошо. Чуть-чуть пиздишь, а хорошо будет, значит, в артампу, а сейчас заезжай. Четыре засемный кабинет, поднимайтесь. Через 10 лет? Суд приезда. Акцию проводим. Раду громадской обезпеки збираю кошти на ВИТ, ФОТО, раненых госпиталях. Раду громадской обезпеки Жуковского интерпретаржиста. Этический адрес. Это нужно сделать. А уже же? А, если нет? Ну, как же же. Она должна знать своих героев. Вы можете зайти на нашу страничку в Фейсбуке. Мафия? Ребята, тут мафия пришла. Мафия, подождите. Деньги на той и на раненых. Сколько? Много всех. Как это нет? У Мафии? Все, что есть. Я бы сказал адвокат. Не пристосово придеребать. Мы знаем, потому что наши солдаты... Что-то мы не все. И на то, спасибо. Рада громадской обезпеки. Это классно. Жуковского 36. Мы четко знаем потребности каждой воинской части. Мы покупаем им лично. Офицер, офицер. Я тоже прекрасно понимаю, что нужно для солдата. В первую очередь. Это питание, медикаменты, одежда и защита. Посмотрите. Снимите девушку, которая говорит, что нельзя. Общественность пришла и просит, чтобы вы помогли нашим солдатикам. Которые господи не могут. Это наша честь? Это ваша честь. Наша честь. Она для меня девушка, а не наша честь пока. Так вот, мы и вы хотели узнать. У нас сейчас идет акция в Приморском суде. Чтобы судьи поддержали наших солдатиков, которые в госпитале лежат. И которые воюют за вашу честь. Как вы к этому относитесь? Снимите, пожалуйста. Звоните, я отвечу. То есть вы не можете поддержать наших солдатиков, я так понимаю? Сережа. Сережа может стоять и улыбаться. Сереже не надо давать команды. Никто не дает команды. Молодой человек, вы призывного возраста? Да. Мобилизацию вы проходили? Конечно. Уверены? И что? А почему вы здесь? Вас отпустили по состоянию здоровья. Помогайте АТО. Или вы здесь нужнее, чем на фронте? Помогайте АТО. Если не можете там помочь, помогите здесь. Что смотрим? Света Мерин. Без комментариев. А что это за судья? А кто там прячется? А посмотрите эту судью, мы разберемся. Явно сепаратистка, я предполагаю. Или за русский мир? Суворова. Суворова. Ага, у нее еще и фамилия Суворова. Понятно. Вы работаете изначально неправильно? Может быть. Изначально неправильно? Может быть. Мы изначально неправильно защищаем Родину. Мы все делаем не так. Я понимаю. Но мы ее как-то защищаем. Мы ее все равно как-то защищаем. Деньги получили. Я деньги не хочу получить. Это раненые и бойцы хотят получить деньги. А вообще, в суде принято говорить, пожалуйста. Совестно. Всего вам доброго. Спасибо. И спасибо. Ребята, я прослужил в Афганистане и знаю, что это такое. Прекратно. Прекратно. Ну, это я не знаю, насколько сегодня положительная характеристика или адресентная. Ну, по итогам Рада громадской безопасности решила отжать Приморский суд. Нам это удалось. Теперь Приморский суд полностью частный. Подчиняется Жуковского 36. Это итог нашего похода. А если серьезно, у нас получается Рада громадской безопасности предлагает судьям города Одессы помочь нашим раненым и нашим солдатам, которые отправляются на фронт и которые нуждаются в самом необходимом, и нашим солдатикам, которые лечатся в нашем госпитале, которые тоже очень сильно нуждаются. Мы сегодня сюда зашли. В общем-то, с некоторыми судьями у нас состоялся нормальный диалог, с некоторыми ненормальный диалог, но это уже дело совести каждого. Я считаю, что судебная система должна массово и много помогать нашей армии, потому что она должна очиститься, очистить свое имя и 3% уровень доверия суду – это показатель, что наша система коррумпирована и народ ей не доверяет. Нужно делать какие-то ошибки. Поэтому очиститься от киваловщины и пожертвовать кровно заработанные деньги нашим солдатам, которые отдают за них свои жизни и здоровья. – 500 гривен от Марка Гордиенко, их мы не считаем. 100 гривен от меня, их мы тоже не считаем. Адвокат отказался. Поехали. 100. 200. – 275 от меня, я при вас. – Да, 275 от меня. Заместителя председателя аппарата судей. – Нет, руководитель. – Извините, руководитель. Извините. Я не запоминаю должность именно. Так, поехали. 400. 600. 700. 800. 1000. 1200. 1300. 1350. 1360. 1370. 1375. Вот, собственно говоря, все, что сдали судьи Приморского районного суда на АТО и раненых. – А ты мелочь в этом? – Мелочь наша. Мы с собой привезли на развод. – Нет, не помню. – Конечно. Это там. – Конечно. – По итогам, да? – Было такое? – Не зря вы сказал. – Было такое? – Не зря, Господи. – Было такое. – Не зря. Продолжение следует...